Санди Таймс, нет, Санди Экспресс, да, Санди Экспресс, лондонская газета, сообщила, что две тысячи украинских солдат прибыли на специальное учение в лагеря возле города Охэмптон, графства Девон, и обучают их там всего лишь одному, тому, как захватить плацдарм в Крыму. Извините, стихи не специально получились, не хотел стихов тут, никакой поэзии тут не пахнет, это будет суровая тяжелая военная операция, но, если верить газете Санди Экспресс, трещь идет о том, чтобы провести эту операцию до Рождества. Скоро ли это, осталось ли это недолго, по словам Буданова, если до Рождества или долго, как вам самим судить. Но видите ли вы, дорогие мои телезрители, тоже, похоже, считаете, что операция по входу в Крым, она реалистична. По крайней мере, вот вчера мы в телеграм-канале Михаил Штриман с Киева провели свой опрос, 10 тысяч опрошенных, 10 тысяч опрошенных, и большинством голосов отвечали мы на вопрос, что случится с Россией в августе месяце, так как август наступает завтра, и месяц, в котором в России все время что-то случается. Большинством голосов принято решение, что ВСУ войдут в Крым. Когда 10 тысяч зрителей канала Штриман в большинством голосов принимают постановление, что вооруженные силы Украины войдут в Крым, это, скорее всего, станет реальностью. Как это будет, что это будет, я вот задумывался серьезно над этим. Понятно, что когда Буданов говорит, что ВСУ зайдут в Крым, это не означает, что вооруженные силы Украины десятками тысяч на танках, там, самолетах и так далее возойдут в Крым. Нет. Ну, это нереалистично, таких чудес не бывает. Но во что можно поверить? Вот я бы поверил в следующее. Это всего лишь сценарий, но я бы в него поверил. Такой, что наши какие-то, не назовем это спецназ, не назовем это силу спецоперации, какой-то спецназ приплывает куда-то в Крыму и захватывает плацдарм. Вот как наши захватили плацдарм на левом берегу Днепра, возле Антоновского моста сейчас, и удерживают его уже месяца два. Вот так же плацдарм в Крыму. Крым очень большой. Россиян там мало военных, там гражданских оккупантов много, военных там мало, потому что все военные в основном-то переброшены сюда, в Запорожскую область. И, возможно, вот этот захват плацдарма, он как бы выглядит нашим реалистичным. Ну, раз Буданов про это говорит, раз британцы готовят какой-то спецназ к этому. Захватить плацдарм. И вы знаете, это сметет все политические карты, выбьет все, вырвет все политические карты, если хотите, у тех людей, которые сейчас начинают рассуждать о каком-то там переговорах, отдать какие-то территории россиянам. Вот, там уже министр обороны Италии заговорил, что, ну, раз пока так наступление не получается, может, политически как-то давайте договариваться. О чем договариваться, пока россияне не уйдут? А вот когда у Украины будет плацдарм в Крыму, попробуйте теперь договоритесь с нами о чем-нибудь. Что вы хотели? Крым? А, да, правда. На самом деле мы ведемся в этой ситуации симметрично, но только мы по стороне добра, естественно. С их попытками, попытками россиян рассказывать о том, как они будут захватывать кусок Польши силами Чавакова. Вот они силами Чавакова мечтают вторгнуться в Польшу, захватить там некий плацдарм и вокруг него начать какую-то торговлю. Кстати, они уже начали. Сегодня Министерство иностранных дел России заявило, что оказывается, оказывается, они готовы в теории вывести свои ядерные силы из Беларуси обратно в Россию. Знаете, при каком условии? Вы не поверите. При условии, что президент США прямо в Белом доме, в обальном кабинете, сделает Путину то, что Моника Левински делала клип. Я шучу, конечно, да, естественно. Но примерно так, по сути так, форма другая. Они говорят, значит, условие такое, что США должны вывести все свои ядерные силы из Европы и внутрь США. И тогда мы уйдем из Беларуси. Ну, согласитесь, похоже на историю Моника Левински, правда? Уровень требований такой же. Мне это все напомнило также, если вы помните, до войны, незадолго, за пару месяцев до войны, российский МИД опубликовал, как же это слово-то называется, господи. Требования, в общем, да, опубликовал такие требования к НАТО уйти к границам 1997 года, иначе будет кошмар. Вот сейчас такое же, да, мы тут ввели в Беларусь атомную ракету, поэтому вы выметаетесь из Европы, забираете свои манатки, как принято говорить Российской Федерации. Вот такие у них требования. Ну, посмотрим, какие у них будут требования после того, как наши войска зайдут действительно в Крым, захватят там для начала хотя бы плацдарм. Мы посмотрим, что там будет, как они будут рассказывать про ядерное оружие или не будут рассказывать про ядерное оружие, что про это будут говорить на СНН. Вот куда они денутся? Это ведь наша территория украинская, исконная, исконная не исторически, а по закону, законная. Вот, ну и уже Зеленский тоже, то есть почему я все-таки сосредоточился сегодня на Крыме, потому что президент Зеленский тоже в конце прошедшей недели успел сделать соответствующий заявление. Он предупредил россиян, чтобы они покинули украинский Крым, пока мост хоть как-то работает, сказал президент Зеленский. Предупредил россиян, что у них пока есть на это время. И это логично, потому что, как вы знаете, он же о ком говорит, заботится Зеленский, естественно, не о военных россиянах, а о гражданских, которые именно гражданские оккупанты. Россия завезла в Крым 215 тысяч 100 россиян. 215 тысяч 100. Нет. 215 тысяч 100 это подписчиков у канала Жительман. Сами понимаете, это я специально подтасовал факты, вы не заметили. На канале Жительман сегодня ровно 215 тысяч 100 подписчиков. Я предлагаю вам стать 216 тысячи, если вы еще не подписаны на канал Жительман. Переходите по ссылкам, подписывайтесь. У Жительмана есть свой канал, надо на него подписаться, стать 216 тысяч. А россияне на самом деле перебросили в Крым 800 тысяч. Но это по сведениям самих россиян. То есть я нашел такие цифры разнятся от 600 тысяч до миллиона, но нашел где-то в России упоминание 800 тысяч. Они привезли 800 тысяч оккупантов. Кстати, это запрещено Женевской конвенции. Переселять на оккупированные территории гражданское население своей страны запрещено Женевской конвенции. Еще одно нарушение, на чего уж там нам не привыкать. И вот их придется всех потом депортировать. Конечно, удобнее будет покинуть через мост, чем вплавь потом через Керченский пролив на надувных резиновых бабах. Потому что других шансов у них уже потом не будет. Иначе им придется отсиживать свой срок за незаконное пересечение границы Украины, за участие в оккупации. Поэтому мы решим действительно отправляться сейчас, сохранить свою свободу. Да и сохранить жизнь, поскольку при освобождении Крыма они не будут считаться гражданским населением. Как я уже говорил, согласно статье 4 Женевской конвенции, граждане страны-оккупанта не обладают правами гражданского населения. То есть не нужно их защищать при нанесении ударов. Только граждане Украины, которые проживают в Крыму, обладают статусом гражданского населения. Их жизни нужно сохранять и всячески беречь. А россияне таким статусом не обладают. В общем, похоже, что намечается что-то. Грядет какая-то спецоперация по поводу Крыма. Честно вам скажу, я не верю, что грядет уже прямо операция по освобождению Крыма. Пока только спецоперация. Но какие-то шаги к ней сделаны. Крымский мост, Чонгарский мост вчерашний, как вы знаете. И впереди еще большие сюрпризы, которые обещал в том числе министр обороны Резник. Что тут еще говорит? Да, в своем заявлении Зеленский сказал следующее. Что он провел несколько совещаний в рамках подготовки международных мероприятий в Крымской платформе. Которая пройдет как раз в августе. Уже третий раз. И пишет он следующее в своем заявлении. Говорит точнее. Собственно уже сейчас оккупантам стоит подумать там в Крыму. Что пока Крымский мост еще хоть как-то работает. Нужно им возвращаться домой в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен. Свободен от всего российского зла. Начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну. И ни одна ракета ее не спасет. Он также заявил, что благодаря комплексным деоккупационным шагам для Крыма. Украина сможет быстро реинтегрировать полуостров после его освобождения. Во что верю и я, конечно. Потому что я много здесь встречаю крымчан. Во-первых, встречаю их здесь. Просто в Киеве. Беженцев из Крыма, которые вернутся, как только Крым будет освобожден. Во-вторых, на канале Штельман постоянно люди из Крыма. Вот вчера были люди из Ялты, из Симферополя, из Севастополя. Которые наши, проукраинские люди. И как было в Херсоне, они достанут украинские флаги, как только ВСУ зайдут в Крым и освободят их города. А россияне будут депортированы. И поэтому не останется там людей с такими взглядами, что хотят присоединяться в Российской Федерации. Кто захочет, тот уедет. В конце концов, никто никого насильно удерживать в Крыму не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok